А на годы для наступного сюжета стал зворот на горячую линию новин. Жахары дома 11Б по партизанским проспекте. У Бресси скародятся на той, что долгий час им доводится жить у антисанитарей. Каб разобраться о проблеме, у гостя на вышепозначенный адрес выехала наша здымышная группа. Открываешь здесь окно, получается мусорные контейнеры прямо перед окном. Перед окном мусорные контейнеры, рой мух, запах невыносимый. Сами понимаете, как это проветришь. В подъезд зайти с коляской, мы залетали вот так, с закрытым носом и летели просто. Светлана – шмадзетная мать. Ее молодшие дачцы у сего полгода. Женщина с жахом узгадывая, как тяжко им было летом. Зажута с нагасмородного паху, навод немогчима было проветрить покой, у яким спить Машенька. То, что робилось тут летом, Светлана зафиксовала на фотосдымках. Коли нервы сдали, звернулася у санэпидемстанцию. У вынеку сметепровод у подъезда почистили и навод установили контейнер. Бо ранее сметя просто падала на подлогу. А лепроз час усе почало вертаться на свое место. Коли подъезда заявился еще один контейнер, у який выкидывают сметя усе, кому только хочется. Пахне, мягко кажучи, дренно. И пах проникает у квартиры. А еще одна беда же хоров дома – пацуки. Тут яны отшивают себе полными господарами. У нас проживала крыса, мы ее очень слышали, но не видели. А последнюю уже буквально за две недели до родов, вот, пришла я домой, обнаружила такую картину. Вот труба под умывальником. Вот она вот так вот у нас съела красиво. Ставровала пищу со стола. У гостя-пацуки заходят и до жихоров первой квартиры. Неприемное суседство уже нашкодило восьмегодовому Генриху. Недавно хлопчик захворел. Урачи долго шукали причину. Результат соскобы для меня был совершенно чудовищным. То есть там был результат – крысиная блоха. Наше состояние-то не описать. Лечились, наверное, около месяца. Не могли избавиться от ощущения, что по коже что-то ползет. Смотришь – не видно. По слову жихоров дома, яныне одноразово скарделися у ЖЭС. А летам их и слухать не хотели. Казали, что усе уже прибрали, дезинфекцию провели. Прокомментировать ситуацию мы попросили у Желева ремонтным эксплуатационным предприемстви города. Будут рассмотрены возможные варианты решения вопроса. В том числе, как и один из вариантов, мы там посмотрели – это возможная ликвидация пользования мусоропроводом в данном доме и обустройство одной общей контейнерной площадки для данного дома. Пообещали разобраться и с грузонами. В листопаде тут проведут еще одну дезинфекцию. Застается сподеваться, что после этого проблемы жихоров выращаться. Подсучины и забеги скончатся, а Брестовчане нарештся таки вздыхнуть на полной грудзе. Ганна Галета, Сергей Мацвишук. Областные новины. Брест. А я додам, если вы так само сутыкнулись с проблемой, жадайте, как вас почули – телефонуйте. Номер телефона горячей линии Новинрегиона – 80162-200770. Наша здымышная группа готова выехать на место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова